Всем привет, с вами Грейт и Михайлов. Вы на моем канале Коммент Бай. Кто первый раз меня видит, я продаю и устанавливаю дымоход на территории Республики Беларусь. Со стороны компании Ferrum мне позвонили, попросили приехать делать маленький обзор. Сейчас перед вами коммерческий диагноз предприятия. Всем добрый день. Ваши рекомендации системы, как нужно собираться по дыму или по конденсату? Это вопрос, который неоднократно мне задается, и ответ на него однозначный исключительно по конденсату. Это правильная система, она правильная и единственная, можно сказать. Да, на данный момент есть складские запасы, которые собраны по дыму, но это больше связано и с нашим текущим законодательством, так как у нас вообще этому мало уделяется внимания, этому вопросу. И здесь в каждом регионе, в каждой области ВДПО, службы поджарного надзора, они начинают, когда нет информации правильной, нормальной, нести как бы отсебятину. Заставлять людей собирать дымоходы по дыму, заставлять делать там неправильно и все остальное. Народ, ну, часто жалобы очень приходят, и даже некоторые собирают дымоходы, сдают их инспекторам, то есть идет приемка, подписание акта, и дальше после того, как с инспектором они попрощались, они разбирают дымоход и переворачивают его так, чтобы он был по конденсату, то есть так, чтобы он был собран правильно. То есть в этом есть проблема, вот в первую очередь она на законодательном уровне у нас проходит. Марзонатическая такая ситуация, да. У нас в Беларуси тоже никто не запрещает собирать под дымо, но у нас единственное слово есть герметичность, поэтому ее также можно обеспечить, что по дымо, что по конденсату. Тоже нужно это много разговаривать, но мой вам совет как монтажника дымоходов собирать систему по конденсату. По конденсату и не важно как. Если мы возьмем... Так, давайте по банным печам скажу так. Проблема собрать всю систему по конденсату, потому что выходные патрубки у всех разные, диаметры играют 110, 115, 120, 123, 133. Это вообще головная боль. Поэтому вначале ставится просто соединительная муфта плюс-плюс, потом голая труба, она уже по конденсату собирается, и насадка нижняя тоже собирается по конденсату. С дымоходами для камин, для печей каминов, для еще топительных оборудований, которые предназначены для дома, там все решается легко. Все собрать по конденсату, да. В России проблема есть с трубой такой, потому что у меня много запросов. Продать такой сейл-удар к производителю дымоходов польского. Есть соединительная муфта, которая называется противоконденсационная ставка, для информации, которая может вам помочь и реально решить проблему. У нее внутри отбортовка. Кстати, я вам скину ссылочку внизу, я делаю обзор муфты. Уберет очень много у вас вопросов. И вся система от начала до конца собирает все по конденсату, и весь конденсат капает вовнутрь. Второй вопрос, нормально это или нет, но это решение с конденсатом. Это не решение с запахом, который может быть у вас внутри камина, но это решение с конденсатом. Поэтому собирайте систему, старайтесь, ну мой вам совет, по, конечно, по конденсату. Потому что к этому я тоже не сначала пришел. Собирал сначала, ну как, когда это все зарождалось, только начиналось, просто метр трубы, и потом насадку собирали по дыму сначала, а потом по конденсату. То есть утепленка собиралась по конденсату. И вот в этом месте возникали проблемы, подтеки, да. Теперь представьте, у вас черная труба, красиво, все классно, вы покупаете печку, и потом начинает течь все вниз из этого вот участка. Как правило, это собирается именно сейчас, и, наверное, я думаю, процентов 95 собирается именно таким образом. Утепленка по дыму, вернее, по конденсату, а начальная собирается по дыму. Это проблема, которая решаемая. Ее тяжело решить без этой муфты, когда идет подгонка, но снова же это все решается через какие-то переходники. Но это определенные надо решать задачи, потому что, как правило, соединительные муфты с камина, они не съемные. Если они съемные, то вам просто повезло. И уже действительно квалификация монтажника зависит. Ну вот, собирает систему по конденсату. Все, всем хорошего настроения. Конечно, с вами был Дмитрий Михайлов, Коминбай, и Илья, руководитель коммерческой компании Первого права. Спасибо, что досмотрели до конца. Выбирайте хороший продукт. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова